Всем большой привет! Сегодня с вами здесь Ольга Рохас. И я хотела бы с вами поделиться некоторыми интересными находками, которые я открыла для себя. Ежедневно мы используем большое количество кремов, мы моем нашу квартиру, мы очень много чего кушаем. В общем, много чего потребляем, наносим на себя. И не все то, что продается в магазине, к сожалению, является для нас полезным. Так вот, я бы хотела сегодня поделиться с вами 10 продуктами, которые я перестала покупать в магазине, а стала заказывать в интернете, так как я нашла более хорошие альтернативы, более полезные альтернативы тому, что продается у нас в магазине. Надеюсь, я вас немножко заинтриговала, просто не могу не поделиться тем, что я нашла. С миру по нитке, так сказать, собирала все эти продукты, некоторые просто находила сама на Амазоне по хорошим отзывам. Рекомендация друзей, рекомендация от моего доктора-нутрициолога, который натуропат. Я оставлю обязательно все ссылочки в описании на Амазон внизу. Давайте не будем отводить много времени на приветствие, а сразу перейдем к делу, потому что, в принципе, есть много что обсудить. Есть такой продукт, как дезодорант, который мы используем, я надеюсь, каждый день все. И вот с рождением, точнее еще с беременностью Александры, то есть уже, наверное, года три как, я, так скажем, задумалась о том, что я наношу себе каждый день, иногда и пару раз в день на тело. И тем более, когда я задумалась, что сейчас там у меня маленький организм, потом я буду кормить грудью, это непосредственно очень близко, сами понимаете, грудь и часть, куда мы накладываем, накладываем, намазываем, в общем, что кто делает с дезодорантами. Вот, и я задумалась и начала искать, потому что я понимала, что натуральный дезодорант это что-то не совсем, чтобы легкое дело найти, чтобы подходило именно вам. Расскажу, что подошло мне. Я нашла вот такой вот дезодорант, называется он Шмидт, Шмидтс. Он есть в баночках, он накладывается такой палочкой, я им тоже пользовалась, но мне, честно сказать, не понравилось, руки постоянно грязные. В общем, такой дедовский обычный способ, когда выкручиваешь, намазываешь и, в общем, и ходишь довольный. Вот этот запах, я меняю разные запахи, есть и без запаха, кто не любит, кто приверженец того, чтобы запахов не было, там есть, фрагментс-фри. Вот этот у меня, такой запах достаточно неплохой, мне кажется, он подходит, он юнисекс, он подходит и девушкам, и парням, он без алюминия, без пропиленов, без искусственных добавок разных, которые, ну, как бы запахи дают. В общем, максимально чистые здесь ингредиенты, поэтому мне лично он очень подошел, то есть я, в принципе, могу сказать, что он практически так же для меня в использовании, как и обычные дезодоранты, которые вы можете в магазине приобрести, в обычном, вот. Но он, безусловно, гораздо лучше по своим ингредиентам, и в целом я считаю, что это очень хорошая замена, поэтому обязательно задумайтесь, каким дезодорантом вы пользуетесь, вы им пользуетесь каждый день. Как мне кажется, не очень хорошо, когда ты каждый день наносишь какие-то ингредиенты, которые даже не можешь прочитать, буквально. Вот, вообще, первое, дезодорант, люблю, рекомендую, уже три года именно этим пользуюсь. Может быть, вам он не подойдет, я не знаю, это все индивидуально, но я рассказываю, что мне нравится, хотя бы просто задумайтесь, что вы наносите на себя каждый день. Не обязательно там покупать этот, но мне этот подошел. Следующее, уже если я начала с ухода за собой, поэтому перейду дальше к следующему продукту, это шампуни-кондиционеры. Тоже мы пользуемся продуктами, шампунем и кондиционером, ну, кто-то, я, допустим, каждый день, каждый второй день, кто-то чаще, кто-то каждый день всегда, кто-то раз через три дня, но все же все пользуемся часто, надеюсь, что шампунями, тоже мы опять-таки наносим это на голову, это все идет на тело, в общем, об этом я тоже давно задумалась, что шампуни, максимально все, что мы наносим на тело, должно быть натуральным. Вот, поэтому я в интернете, это я нашла сама тоже, у меня, к сожалению, нет кондиционера, осталась только уже вообще пустая вот баночка, я хорошо, что ее не выбросила, потому что жду следующий, когда придет, шампунь, я уже заказываю второй год шампуни эти, это Ergan Oil, масло, орган, наверное, как, я не знаю, по-русски это будет, шампунь, ну, в общем, не важно, пахнет, вот, знаете, проблема всех натуральных продуктов, что они пахнут не очень, ну, лично для меня, я не очень люблю всякие там запахи календул и все такое, вот, аромашки, а вот этот шампунь, он натуральный максимально, да, но он не пахнет ужасно, то есть он очень приятно пахнет, волосы после него всегда такие шелковистые, он, конечно же, не производит там какой-то вау-эффекта, ну, то есть он хорошо моет, он оставляет в хорошем состоянии волосы, они не сушатся, они приятно выглядят хорошо, вот, поэтому я пользуюсь им, зная со спокойной душой, что я, как бы, не, максимально не перенасыщаю свой организм какими-то неполезными веществами, тем более ежедневно, в общем, этот шампунь мне очень нравится, давно его покупаю, рекомендую, задумайтесь, каким шампунем вы пользуетесь, не обязательно покупать именно такой, ну, вот, как вариант, мне нравится, вкусно пахнет и хорошие волосы оставляют в хорошем состоянии. Следующий продукт, немножко пройдемся по кремам, я знаю, что сейчас, возможно, это не совсем чтобы в тему, но все же, кто-то поедет зимой и сейчас на новогодние праздники куда-то отдыхать, всегда мы задумываемся, нужно задумываться, какой крем для загара, точнее, от солнца мы наносим на себя. Вот у меня есть здесь два крема, это детский крем, мне кажется, я нашла самый чистый детский крем, который вообще возможно, но чистый я говорю, конечно же, об ингредиентах, которые составляющие. Всегда нужно стараться находить те крема, где написано, что цинк, чтобы был составляющий цинк Oxide, в моем случае это 20%, то есть SPF 50, уже больше 50 SPF, ну, нет смысла, 50, в принципе, вполне достаточно и детям, и взрослым, я очень часто и сама наношу, просто таскать два крема не всегда, так скажем, подручно, поэтому, вот, хотя у меня тоже есть свой крем, у меня SPF 25, тоже максимально натуральный, но здесь 14%, если в детском 20, здесь 14% вот этого активного вещества цинк Oxide, ну, в общем, рекомендую очень сильно задуматься об этом, потому что когда у нас какие-то химические вещества находятся на нашем теле, находятся на солнце, они к нам еще под кожу, еще сильнее проникают, тем более, если вы носите на ребенка маленького, на себя любимую, на мужа любимого, да, на своих любимых родственников, то нужно, конечно же, задуматься, что мы на себя наносим, еще другой, здесь хочу отметить, ваше внимание обратить, никогда не покупайте солнцезащитные вот эти средства в SPF, вообще в SPF ни дезодоранты, ни крема, вообще ничего в SPF покупать не стоит, почитайте сами статьи, посмотрите, все, что в SPF находится, там дополняется столько нехороших ингредиентов, которые, вот честно, если бы вы знали, какие они плохие, то вы бы не захотели наносить ни на себя, ни на ребенка, я знаю, я понимаю прекрасно, что у меня тоже активный ребенок, он бегает, и ей не хочется там стоять на месте, пока я ее намажу, да, но все же я думаю, что это того стоит, просто задумайтесь, да, что вы покупаете, что вы накладываете тоннами на ребенка каждый час, два часа, каждые два часа, вот, если все-таки вы задумались и хотите что приобрести, то вот такие два продукта для взрослых, для детей, в общем, в копилочку. Тональный крем я использую ежедневно, поэтому еще в беременности с Александрой я опять-таки задумалась, что я наношу на себя, действительно ли я хочу наносить все те ингредиенты, которые продаются просто в обычных магазинах, наверное, нет, когда я пришла в SPF, я попросила консультанта помочь мне найти более-менее натуральные продукты, чтобы он хорошо работал и чтобы был приятный на лице, так вот, нашла вот этот тарт и уже сколько, 3 получается года опять тоже, да, получается уже 2,5-3 года, я пользуюсь вот только вот этими тональными кремами BB. BB я пользуюсь летом всегда и иногда дома, когда просто чисто дома я хожу, а тональный крем я пользуюсь, когда на улицу, на съемку, ну, в общем, на все случаи жизни у меня тональный крем вот. У меня расцветка, ну, я не знаю, есть ли смысл вам говорить мою расцветку, потому что Light Medium Scent называется цвет, а есть ли смысл, потому что у каждого свой цвет кожи, ну, в общем, чтобы не спрашивали, чтобы отнести сразу этот вопрос, а BB у меня в Light Medium. Очень нравится, очень рекомендую, очень приятный и долго держится, и приятно наносится, и максимально чистые ингредиенты. Как мне кажется, зубная паста должна быть максимально натуральной, потому что мы ее используем как минимум два раза в день, я очень на это надеюсь, поэтому максимально смотрите, чтобы ингредиенты были читаемы. Сейчас у меня, к сожалению, нет нашей любимой пасты, я обязательно оставлю ссылку в описании, меня на сегодняшний день только из 3D Joels, я вот просто перехватиться купила, там делают они тоже из baking soda, то есть это сода обычная. Здесь, к сожалению, есть флюороид, которого надо смотреть, чтобы не было в нашей зубной пасте. Вообще, обращайте внимание, когда что-то детское, вот, дописано на детской пасте, нет такого-то ингредиента. Если такого-то ингредиента нет у детей, то, скорее всего, и взрослым он не очень хорош. Я обязательно укажу ссылку на нашу любимую пасту в описании, обратите внимание, просто задумайтесь, вы это пользуетесь ежедневно, то есть каким-то образом это влияет на ваше состояние организма ежедневно. Сейчас мне хочется рассказать вам о нашей домашней аптечке, так как я уже 3-4 года нахожусь постоянно в состоянии либо беременная, либо в кормящая. Как вы знаете, беременным кормящим нельзя принимать никакие там медикаменты, медикаменты. Вот, ну и я вообще, не то что против всяких медикаментов, но я стараюсь избегать и вообще что-то выпью в крайнем случае. Ну и уже, как я говорю, последние 4 года даже и крайних случаях, слава богу, не было, поэтому я максимально стараюсь пользоваться натуральными средствами. Это на самом деле просто серебряная водичка. Раньше в хирургии всегда использовали эту серебряную водичку для дезинфекции в процессе какой-то операции, а потом, когда уже антибиотики появились, то уже этот ингредиент, к сожалению, отошел на второй план. Но если у вас какая-то небольшая, минимальная там ранка или что-то такое, что нужно дезинфицировать, да, то я очень порекомендовала, у меня есть вот этот, это серебряная водичка, серебро, или как его там, не знаю, даже по-русски его назвать, в общем, в трех вот таких составляющих. Вот это вот, она просто действительно водичка, ее можно, почитайте сами, я уверена, что она есть на iHerb, она поднимает иммунитет, то есть, когда первые там, вот вы чувствуете, что я могу заболеть, да, вот такое ощущение. Ее разводятся в водичке, это все выпивается, есть инструкция, я не доктор, не буду рассказывать, просто почитайте, посмотрите, очень хороший продукт, когда чувствуешь, что будешь, заболеваешь. Потом вот этот тоже, это в геле, он более концентрированный, нежели в той водичке. Я, допустим, на него наносила, когда есть какие-то, знаете, высыпания, какие-то там фурункулы, ну, в общем, какие-то воспаления на теле, какие-то ранки, или даже его можно как санитайзер, да, для рук использовать. Ребенок, допустим, упал, да, ранка на улице, ну, как бы не зеленкой, чтобы мазать, а можно мазать вот этим гелем, вот, и он очень здорово помогает, то есть его, ну, он успокаивает какие-то воспаления, вот здесь я читаю рекомендации, какие-то инфекции небольшие уснимает, потом помогает заживлению, и также снимает боль, да, то есть когда какие-то вот от укусов, в общем, очень хорошее средство, я рекомендую, конечно, немножко он дороговат, чтобы использовать как санитайзер для рук, вот, но в целом, я думаю, что нужно иметь его всегда в своей аптечке. И третий такой компонент, это как тоже гель, но я его купила больше, как тоже он помогает, заживляет, его можно прямо наносить на тело, именно как, ну, он в большем флакончике, нежели вот эти, поэтому можно его на все лицо нанести, вот, допустим, когда вы после загара, вот хороший, кстати, гель, я его наносила летом после загара, когда чувствуешь, немножко там поджегся на ребеночка, на плечи, то есть такие, конечно, не все тело тут не хватит этого флакона, хотя я тоже думаю, если полностью сгорел, то можно. В общем, очень классная вещь, рекомендую, посмотрите, обратите внимание. И еще одно чудо-средство нашей аптечки, я, так как беременная и кормящая постоянно, я не знаю, насколько я могу это, могу это употреблять внутрь, вот, поэтому я это купила пока что для Чамару и для Александры, даже детям можно маленьким, ну, безусловно, я не буду говорить в каких-то пропорциях, это все нужно читать, нужно консультироваться с вашим доктором, желательно натуропатом, потому что обычные доктора, терапевты, педиатры не думают, что знают о таких препаратах, может быть, и знают, если у вас прекрасный доктор, если знают, то классно. В общем, называется так Golden Seal, это такой корень, который здесь в концентрате, экстракт, вот, его разводишь с водичкой, он жутко-жутко горький, поэтому ребенку очень тяжело его дать, а вот папам, нашу папа, если он чувствует, вот, первые симптомы, опять-таки, простуды, вот он чувствует, что вот все, сейчас лягу спать, завтра утром проснусь с простудой, то я ему даю на ложечку, на сахарочек, или на медок лучше, не за сахарок, я на медок, немножко я против сахара, ну, так вот, мне это сейчас не об этом, на медочек, на что-нибудь сладенькое, и на завтра у вас уже не будет никаких признаков простуды, ну, как правило, если вы это вовремя поймаете, очень сильная штука, поэтому нужно обязательно проконсультироваться с вашим лечащим врачом, если есть такая возможность, обратите внимание, не обязательно пить первые, там, какие есть таблетки, я знаю, что мама говорит, ой, нужно выпить там анаферон или что-то такое там есть, мне кажется, лучше выпить что-то натуральное, что-то знаешь, что читаемо, вот, нежели то, что продается иногда в аптеках. Следующий интересный продукт, который я хочу вам порекомендовать, и хочу, чтобы вы задумались, чтобы вы вспомнили об их существовании, это вот такие вот мои лапочки, которые называются масла эфирные, эфирные масла, как пользуюсь эфирными маслами я, ну, безусловно, каждое масло я пользую по-разному, вот, допустим, масло лаванды, вон оно уже осталось у нас совсем чуть-чуть, прежде чем наши дети идут в кроватку, я включаю, проветриваю комнату и включаю в диффьюзер вот такую несколько капель лавандового масла, он способствует успокоению, расслаблению, он, ну, достаточно неплохо пахнет, кому нравятся натуральные такие запахи, вот, он пахнет как лаванда, я небольшой фан в лавандового запаха, тем более вот в таком содержании, но все же я понимаю, что это очень хорошо для нашей нервной системы, дети за целый день очень сильно нагружаются информацией, им нужно помочь любыми способами расслабиться, вот, лавандовое масло, дальше, значит, tea tree, чайного дерева, масло, его я добавляю, когда мою пол, вместо того, чтобы вы добавляли какие-то химические составы, чтобы дезинфицировать, когда особенно дети маленькие, все это несется в рот, все это как-то все равно попадает на наше тело, мы этим дышим, в общем, я не использую дома никакие такие средства, ну, очень редко, минимально, вот, действительно, минимально, то есть, если я куплю, это мне на года какую-нибудь там химию, это в крайних случаях, а так ежедневно, если протереть быстренько пол, буквально, вот, я капаю чайное дерево, оно дезинфицирует, также дезинфицирует все цитрусовые масла, вот, у меня есть, вот, масло, масло апельсина, ну, в общем, все цитрусы, лимон, апельсин, все что угодно, у меня апельсин, его тоже добавляю, оно очень вкусно пахнет, и туда же просто мне очень нравится, я всегда была фанатиком бергамота, бергамот и добавляю просто для запаха, мне нравится этот запах, я знаю, что этот запах, он так, наоборот, бодрит, поэтому днем, допустим, я делаю комбинацию апельсина и бергамота, да, в диффьюзер, ночью лаванду, если кто-то заболеет, то чайное дерево его хорошо и дышать просто, у меня еще был эвкалипт, но я его, к сожалению, когда летела из России, я его в чемодане, он у меня разбился, надо будет приобрести, эвкалипт тоже хорошо, когда кто-то заболел, он тоже дезинфицирует, помогает, в общем, все системы дыхательные, очень-очень-очень полезные, но нужно тоже быть с маслами осторожно, потому что они очень эффективны, и вот это масло, я о нем узнала недавно, Frankincense, ну, в общем, не уверена в произношении, но, в общем, это тоже масло, супермасло, о нем я узнала из серии «Правда о раке», есть такие серии, очень интересные, кто не смотрел, посмотрите обязательно, это американские документальные серии фильмов, о том, как бороть рак нетрадиционным способом, и, в общем, там одна целая серия была посвящена именно эфирным маслам, вот после этого я задумалась, действительно, они у нас есть, почему мы их не в пользу, это такие сильнейшие вещества, с ними нужно быть аккуратны, о них нужно читать, знать, консультироваться с врачами, все же не забывайте, что они есть, и вот этот Frankincense, он там излечивал людей от рака, в общем, чудесные там какие-то прям были истории, в общем, ничего, я ни к чему не призываю, просто хочу напомнить, задумайтесь, эфирные масла они есть, ими нужно пользоваться. Я совсем перестала покупать кофе, и причиной тому было, безусловно, то, что я была беременна, я кормила грудью, сейчас продолжаю кормить грудью, и я нашла вот такой очень вкусный цикорий, у меня есть о вкусе French Roast, есть Hazelnut, Hazelnut это фундук, еще очень вкусный Самаретто, ингредиенты здесь чистые абсолютно, то есть, если почитать, все читаемо, все понятно, он немного подслащен финиками, то есть, что касается ингредиентов, здесь прям можно за это не беспокоиться, пахнет он просто шикарно, в нем нет кофеина, то есть, его можно пить хоть днем, утром, вечером, хоть когда, кофеина нет, но он максимально похож на кофе, даже здесь вот написано, как освобождаться от привычки кофеиновой, да, от кофеиновой зависимости, можно потихоньку-потихоньку добавлять, то есть, 50 на 50, там, сначала ложечку, потом еще больше, больше, и, в общем, вы можете совсем отказаться от кофеина и кофе в целом. Я знаю, что кофе, конечно же, это не самый плохой продукт, то есть, кому-то он даже подходит, он даже полезный, вот, но когда ты кормишь, когда ты беременна, то надо максимально постараться сбежать, ну, минимализировать, минимализировать долю кофеина в вашем теле, вот, очень вкусно, рекомендую, ссылку под этим продуктом оставлю обязательно внизу, прям записываю видео, и прям хочется уже кружечку выпить. Оставила вам самое сладенькое на потом, вот такие вот очень вкусные, как назвать, чупа-чупсы. Эти чупа-чупсы я увидела у нас, у доктора в офисе, они органические, конечно же, они с содержанием сахара, но, безусловно, они гораздо лучше, чем те лолипапс, да, чупа-чупсы, которые продаются просто в магазине в обычном. Ну, как бы они пишут органические, dairy-free, здесь нет молока, нет, gluten-free, понятно, что глютена здесь нет, но, в общем, но все равно здесь максимально хорошие ингредиенты, в плане того, что все цвета, нет вот этих искусственных добавок нехороших, нет corn syrup, да, вот этого подсластителя, который очень плохой. В общем, здесь сахар и разные сиропы, и концентраты из разочных фруктов и овощей. Поэтому очень хорошие такие вот чупа-чупсы. У нас это вот, здесь их сколько находится, я даже не знаю, сколько их здесь штук, но у нас пачка уже, наверное, в третий год, вот. Поэтому я потихоньку, иногда, редко-редко Александре даю, если она, допустим, увидит где-то, да, ну, я вместо того, да, чупа-чупса, который нехороший, я даю ей хороший. Спасибо большое за просмотр этого видео, я надеюсь, что оно было вам полезно. Подписывайтесь на мой инстаграм, и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok